Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. У нас сегодня мукбанг роллы, мои любимые, от Епоша. Здесь 70 штук. Все выглядит безумно красиво. Я очень долго заморачивалась над тем, чтобы все это аккуратно разместить. Конечно, можно камеру поставить подальше и как бы разместить еще круче, но я люблю, когда еда близко. И разместить такое количество, что все было близко, было сложно. В конце еле поместила это все. И получилась, мне кажется, картинка очень даже крутая. Минуточка смарт. Каждое месяце у Епоши на странице проходит голосование. И путем голосования вы можете решить, какой же сет в следующем месяце будет на голосовании. И большинство проголосовало за этот сет. Я понимаю, почему. Потому что здесь все самое вкусное, самые классные роллы. Особенно вот эти. У меня просто мама обожает. А я люблю абсолютно все. Именно сейчас вы можете заказать этот прекрасный сет всего за 30 монат вместо 35. А еще такой небольшой для вас лайфхак. Если вы хотите сэкономить и получить скидку аж в 10%, то нужно сделать предзаказ к 8 марта. И заказывать нужно уже сейчас, потому что 8 марта эта уже скидка будет неактуальна. Берите сет от 35 монат и получайте скидку в размере 10%. Если есть такая возможность, почему бы не воспользоваться. Вся подробная информация в описании. Ссылочка на инстаграм Епоши. Заказывайте, кушайте. Уверена, что вам тоже понравится. Потому что я их роллы очень люблю. А особенно я люблю спайсы с креветочкой. Очень вкусно. Просто роллов очень много. Пить мы с вами будем фандом. Вроде как обещала себе не пить газированные напитки. Но иногда можно. Сегодня у нас с вами пир на весь мир. Ой, какой бокальчик. Посмотрите, все поместилось. Спайсы с креветкой. Очень нравится. Я настолько привыкла к этому вкусу. что вот уже в других местах мне не настолько нравится, как у Епоши. Этот сет рассчитан на 4 человека. Даже можно с работы там скинуться по 7 монат. Позавчера, 2 дня назад решили встретиться с моей одноклассницей. Мы когда учились вместе, мы хорошо общались. Постоянно были вместе. Но после того, как поступили в универы, как-то потихоньку, тихо-тихо, наше общение сошло на нет. Хотя никаких конфликтов не было, ничего такого. Просто когда мы учились в одном классе, в одной школе, у нас было очень много тем, на которые можно поболтать. А когда каждая поступила в свой универ, потихоньку, тихо-тихо перестали как-то общаться. И она мне написала, написала на мейл, потому что в инстаграме обычно я не вижу. Написала на мейл, что, Айка, ты меня помнишь, мы же с тобой вместе учились, общались. Сейчас у меня нету твоего номера, хотелось бы увидеться. Я увидела это сообщение, вспомнила, решила написать. Мы обменялись номерами. Минут 40 где-то разговаривали по телефону. Я вообще большой любитель поболтать по телефону. Было бы с кем. И вот оказывается, она смотрит все мои видео, так удивительно, даже необычно. Она знает все про мою жизнь, а я про нее ничего не знаю. И мы с ней договорились, решили встретиться. Погода была не очень, и мы решили увидеться в море. Кое-как я припарковала машину. Несмотря на то, что был будничный день, мол, весь был заполнен машинами. Она задавала мне все вопросы, которые интересны вам. Чисто как будто я сидела с подписчицей, которая задавала очень неудобные вопросы, на которые я не могла не ответить. Про личную жизнь, про какие-то моменты с подружками, не знаю, все спрашивала меня. Я понимала, что человек прям смотрит абсолютно все мои видео. И мне от этого настолько приятно. Одно дело, незнакомые какие-то люди смотрят мои видео, а другое дело, когда я слышу от кого-то, что какой-то мой знакомый человек смотрит мои видео. От этого мне еще приятнее. Хотя сейчас в мое окружение многие смотрят. И мне это очень приятно. В общем, мы увиделись в моле, решили посидеть там, покушать. Потом немножко пройтись по магазинам. И в общем, в этом моле четыре раза я встретила своих подписчиц. Это было, конечно, безумно приятно. И с одной стороны, необычно, потому что такое бывает крайне редко. Там я могу одного подписчика встретить. Максимум двух. Ну так, что прям четыре. То есть, каждые где-то 15-20 минут ко мне кто-то подходил, фотографировались и так далее. И у меня одноклассница такая говорит, вау, круто, ты такая популярная. А я ей пытаюсь объяснить. Я ей говорю, не всегда так происходит. Вот только сегодня так. Не, ну ты представь, говорит, ты вышла, и вот четыре человека к тебе подошли. А сколько людей, которые к тебе не подошли, а просто тебя узнали и прошли мимо. А я ей все пыталась объяснить, что не всегда такое происходит. На самом деле, я могу, не знаю, там, пять часов гулять и никого не встретить. Я могу, не знаю, за полчаса встретить пять-семь своих подписчиков. То есть, по-разному бывает. Она мне такая говорит, как же это круто, как же это приятно. В такие моменты, говорит, мне тоже хочется снимать видео. И вот я ей вчера пыталась объяснить, что вот мне тоже раньше очень нравилось то, что меня могут где-то там узнать. Возможно, это прозвучит как-то высокомерно, и вы, скорее всего, меня не поймете. Но это нравится только на начальных стадиях. Вот представьте себе, я вот просто не понимаю, как живет, например, Ольга Бузова или люди, у которых прям огромная аудитория. Они куда не идут, их везде узнают. И вы думаете, что это круто. Ну, на самом деле, ну, возможно, кому-то нравится, я могу ошибаться, конечно. Но мне все-таки кажется, что это крайне неудобно. Например, вот предпоследний раз, когда я была на лазерной эпиляции, то есть процедура занимает где-то, ну, час. Я обычно молчу, стараюсь никак не отвлекать лазеролога или сижу в телефоне и так далее. Но в этот раз почему-то она очень много вопросов задавала, такая общительная, была очень приятная девушка. Такие вкусные роллы. Супер просто. Очень вкусно. Ну, в общем, я начала задавать разные вопросы касательно меня. Я всегда стараюсь отвечать на подобные вопросы, но я никогда никому не говорю, что я блогер. Например. Меня, например, спрашивают, чем ты занимаешься? Я никогда не говорю, что я блогер. Вы знаете, я жру на камеру и зарабатываю деньги. Обычно я стандартно отвечаю на этот вопрос. я работаю в строительной компанией. Я работаю в строительной компанией. Если спрашивают, какая, я говорю компанию своего брата, и все больше вопросов не возникает. Ну, обычно. Хотя я была недавно, ну, как недавно, два месяца назад на дне рождения, и там парень с девушкой сидят, и девушка так на меня смотрит, и я думала, что вроде никто не знает, чем я занимаюсь. Мы сидим, общаемся, сюда-сюда. И тут ее парень так, знаете, громко ей на ухо говорит, слушай, а это не та девочка, которую ты смотришь, которая жрет на камеру. Он сказал это на азербайджанском, но я это услышала, и всем так резко стало смешно. Ну, да ладно. В общем, девушка мне делает процедуру. Я, значит, лежу, и она меня спрашивает там про какие-то моменты и так далее. Я стараюсь по возможности отвечать. И в конце процедуры она мне такая говорит, вот что вы врете? Я же знаю и про ваш канал, и про бумажные сюрпризы. Вы знаете, мне так резко неловко стало, так неудобно, как будто я, знаете, прям сделала какую-то маленькую пакость. Вот у меня такое ощущение внутри было, хотя, в принципе, я ничего плохого не сделала. Я имею право не рассказывать какие-то моменты из своей жизни. Не потому, что мне стыдно или я как-то стесняюсь этого. Мне просто кажется, это лишняя информация обо мне. И по возможности я стараюсь с людьми не делиться этим. Ну, там потом начинаются всякие вопросы. А что? А как набрать аудиторию? А сколько платят? А какая у тебя зарплата уходит? А сколько налоги? Эй, вопрос потом. Дальше уже весь вечер. Весь разговор только в русле блогинга. Кажется, что все так безоблачно, классно. На самом деле, это не так. Даже когда я с подружкой, например, сижу в ресторане, рассказываю какие-то личные моменты касательно моей личной жизни, я всегда оборачиваюсь и смотрю. Люди, которые сзади сидят за соседним столиком, они тоже могут оказаться моими подписчиками. Могут и не оказаться. Могут и оказаться. Бель классная. Поэтому тут, конечно, есть и свои минусы. Я не знаю, я возрослею, я меняюсь, меняется мое мышление. Например, все видео с пранками я скрыла. Мне бы хотелось быть за кадром, заниматься какой-то деятельностью, что-то творить, но в кадре участвовать мне уже с каждым годом почему-то все меньше и меньше хочется. Но с каждым днем, с каждым годом меня все больше и больше узнают. Это становится вам приятно. Я не знаю, видели ли вы или нет. Есть такой канал, называется Кент Айаты. у них там 5 миллионов подписчиков. Они лесгину. Вот я не знаю, кто стоит за этим. лес-создатель этого канала, но никто не видел его. Вот мне хочется какой-то такой канал. В принципе, бумажные сюрпризы там меня не видно. Но есть у меня пару идей, которые я все думаю, думаю осуществить, чтобы меня не было в кадре. Я знаю, многим моим подписчикам не нравится эта идея, но люди меняются, люди взрослеют, меняются взгляды на жизнь, меняются приоритеты какие-то. Не знаю. Эти очень вкусные. Один из роллов, которые я не очень люблю, это вот эти с огурчиками. я ей, кстати, предложила снять моему банк. Она сказала, что она подумает. Ну вот мне самой тоже, если честно, намного комфортнее снимать одной. Хотя раньше мне безумно нравилось снимать с кем-то какие-то челленджи и так далее. Пересматриваю эти видео и у меня прям на лице улыбка. Вот реально. Но эти времена прошли. Нужно двигаться дальше. Какие-то сегодня непонятные взрывы. Наши наврузы. Я время от времени, кстати, постоянно вспоминала свою эту одноклассницу, но никак не могла ее найти в соцсетях, потому что, когда мы учились в школе, у нее не было вообще соцсетей, и она была против этого всего. В каком плане? Она говорила, что соцсети мешают нам сфокусироваться на своей работе. Если я хочу, например, выучить язык или как-то развиваться в определенной сфере, соцсети будут мешать. Поэтому время от времени постоянно в голове у меня крутилось. Интересно, а как она? Что с ней? Я почему-то думала, возможно, у нее уже семья, там дети и так далее. Но нет. Она очень даже успешна в своей сфере. Построила карьеру и так далее. Так что вот так вот от души пообщались. На этом, пожалуй, все. Роллы действительно очень вкусные от души. Могу вам посоветовать. Советую вам, в свою очередь, совершать предзаказы, чтобы получить скидочку в 10%. Также обязательно подписывайтесь на страницу Епоши, чтобы быть уведомленным о всех их новых акциях. На этом все. Всех люблю. С вами была Айка. Пока!